Мы не находим слов, чтобы выразить нашу радость и удовольствие иметь дом, выстроенный именно так, как хотели. Так сообщал своей матери императрице Марии Фёдоровне впечатление о дворце, последний российский император Николай II. В далеком прошлом в Ливадии жили греки, переселенцы, давшие название этой прекрасной земле. Ливадия в переводе с греческого означает «лужайка», «лук». В 1834 году имение купил польский магнат Лев Потоцкий. Почти 30 лет Ливадия принадлежала ему. В 1860-м Ливадию приобрело удельное ведомство для царской семьи. Здесь по проекту придворного архитектора Манникетти были построены большой императорский дворец и малый дворец для наследника. В 1911 году на месте старого дворца был возведен новый, большой Белый дворец, летняя резиденция Николая II. Первый камень был заложен 23 апреля 1910 года в день именин императрицы Александры Фёдоровны. А завершено строительство через 17 месяцев, 14 сентября 1911 года. Проектировал дворец и руководил всеми работами выдающийся русский архитектор Николай Петрович Краснов. Ему удалось так удачно вписать здание в окружающий ландшафт, что все его стороны были освещены солнцем. Сам Краснов так говорил о своем творении. Проектирован и выполнен в стиле итальянского ренессанса из штучного инкерманского камня со всеми орнаментальными частями, высеченными из того же камня. Здание имеет 116 отдельных помещений, один большой внутренний двор и три малых световых двора. Большие окна, открытые террасы и галереи, балконы и башни характерны для стиля эпохи Возрождения. Хотя объемы зданий и его составляющие части не свойственны итальянским дворцам, принадлежат скорее модному в конце XIX века стилю модерн. Главный вход дворца оформлен попарно стоящими колоннами из голубовато-белого мрамора и украшен тончайшей художественной резьбой по камню, выполненной русскими и итальянскими мастерами. Церковь Воздвижения Честного Креста, перестроенная в 1872 году архитектором Манегетти из католической часовни Потоцких, была сохранена в общем ансамбле. Этот храм был святыней для Романовых и именно царская фамилия настояла на его сохранении. За несколько десятилетий в него были пожертвованы прекрасные иконы, ценная утварь, А к 900-летию христианства на Руси в алтаре был установлен образ Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, выполненный в Италии. Великолепные ажурные ворота. Ворота из кованого железа, вывезенные из Вероны, ведут в итальянский дворик, один из самых замечательных уголков дворцового комплекса. Легкие воздушные арки четверхугольной галереи опираются на точеные мраморные колонны. Строгие дорожки сходятся в центре двора у изящного фонтана. С общим итальянским стилем прекрасно сочетаются римские по форме мраморные диваны с подлокотниками в виде грифонов. Дополняют идиллию славянтийские фонари, подвешенные под крестовыми сводами. С парадными залами дворца связана память о работе Крымской конференции руководителей трех союзных держав антигитлеровской коалиции СССР, США и Великобритании. Встреча проходила в Ливадийском дворце с 4 по 11 февраля 1945 года. В этом парадном вестибюле делегации собирались перед началом пленарных заседаний. А сами заседания проходили в большом и светлом помещении дворца, парадной столовой. Именно здесь были согласованы совместные действия союзных держав. Их отношение к Германии после капитуляции и принята декларация об освобожденной Европе. Здесь же было вынесено решение о создании Организации Объединенных Наций. На втором этаже дворца располагались личные покои царской семьи. Сохранившиеся интерьеры комнат имеют большую художественную ценность и составляют богатство отечественной архитектуры. Верхний кабинет Николая II декорирован панелями изморенного клёна, с которыми превосходно сочетаются серо-зелёный георид камина и бронзовые украшения. На стенах много подлинных фотографий того времени. Над камином ковёр, подаренный персидским шахом к трёхсотлетию дома Романовых. В комнатах Александры Фёдоровны по-домашнему уютно. Множество картин, среди которых акварели Бенуа Волкова. В кабинете императрицы на столе семейные фотографии. От первоначальной отделки спальни их империаторских величеств сохранился лишь камин, обрамлённый этажерками кленового дерева. Фотопортрет в золочённой раме запечатлел наследника Российского престола цесаревича Николая Александровича во время его помолвки с немецкой принцессой Алисой. 25 октября 1894 года она была миропомазана во Дворцовой церкви и приняла православие, получив русское имя Александра Фёдоровна. В учебной комнате великих княжон сохранена обстановка того времени. Среди украшающих стены акварелей – работы Краснова, который давал здесь уроки живописи. Рядом рисунки Татьяны и Ольги. Сохранились образцы почерка великих княжон и царевича Алексея. В библиотеке можно увидеть книжные шкафы, стоявшие здесь при Александре Фёдоровне. Об этом свидетельствуют фотографии того времени. Николай II был очень доволен дворцом. После отречения от престола он хотел поселиться в Ливаде и заняться любимым делом – разведением роз. Однако свершившаяся революция, как известно, внесла свои поправки и изменила ход истории. Играет музыка Продолжение следует...